Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Ark Survival Evolved, и сегодня мы попробуем продолжить убивать боссов, пойдем на бета про матерь. Сначала, наверное, на гамма сходим, нашей толпой рексов, там 17 штук есть, 17 вместе с Ютиранусом, и еще 3 рекса подрастают, нужно будет тоже их подкачать, наверное, да, и ходить уже полным стаком. Единственное, что нужно потренироваться будет, да, сейчас загружать, выгружать, ну, точнее, я уже загрузил их всех, седла и все остальное в мясоеде. В общем, попытка номер 2, да, в прошлой серии у нас все кончилось очень плохо, потому что пропала половина примерно рексов, ну, не половина, там, треть пропала, ну, в общем, особенно самые основные пропали, да, даже не основные, там, рексы были уже на 30-ку уровней прокачаны, поэтому очень-очень их жалко было. Вот, поэтому, да, попробуем сегодня сделать все нормально, надеюсь, игра нам позволит хотя бы убить еще пару боссов, без каких-то проблем особо сильных. Так, на днях вышло новое обновление, небольшое относительно по, во всяком случае, по полезным каким-то нововведениям, из интересного, что мне сразу вот бросилось в глаза, это то, что увеличили, наконец-то, инвентарь в промышленном гриле примерно в два раза. И это правильное решение, как мне кажется, потому что тот же Prime жарить было очень неудобно, и жареное мясо тоже там сколько получалось у нас, не так много, да, в целом-то. Но сейчас мне это уже не нужно, потому что и жареного Prime вагоны лежат, и простого жареного мяса тоже есть еще чутка, вот, да и, в принципе, оно уже не особо сильно так и нужно, по-моему. Короче, кроме этого, было, конечно же, много правок баланса, много правок разных багов, но вроде бы я так посмотрел, пробежался по обнове и ничего особо такого кардинального не заметил. Посмотрим, по идее, релиз у нас перенесли, да, на месяц вроде бы, примерно, потому что релиз должен был быть в конце августа, но до релиза счет совсем никак не тянет игра. Вот даже сейчас у меня, даже по оптимизации, в принципе, как-то слабоватенько, потому что вот сейчас у меня, ну, вот я сейчас отлетел до 40 FPS, но на базе у меня 15 FPS еле-еле держатся, поэтому, ну, как-то не очень еще. Ну, это да, и, в принципе, у меня не так уже много динозавров. На PvE-серверах гораздо больше люди заморачиваются, ну, потому что играют не в одно лицо, как это говорится, да, трайбам, и поэтому могут себе позволить гораздо больше динозавров приручать. Вот, делать себе большие, серьезные фермы яиц, вот, и там, наверное, совсем все плохо в плане оптимизации, в плане FPS. Да даже на PvP-серверах тоже постройки встречаются очень-очень громадные. Вот, и что, короче, летим к обелиску. Буду сейчас выгружать по одному аккуратненько наших Rex'ов, Ютирануса, и посмотрим, попробуем, в общем, пойти еще разок на босса. Ну, кстати, вообще, у нас на компах еще как-то по-божески более-менее, потому что, ну, комп можно немного проапгрейдить, да, и можно настройки поменять, там, подкорректировать, чтобы FPS повысить. Например, я-то играю сейчас на... на каких у нас настройки у нас? Че тут? Высокие, средневысокие настройки, да, и начинал я на высокоэпических настройках, и FPS был нормальный, в принципе. Это потом, когда уже динозаврами я обросся, тогда уже начал настройки графики понижать. Вот, а на консолях это... это вообще кошмар какой-то. Я не знаю, как там люди играют, потому что, ну, во всяком случае, судя по тем видео, которые снимают с консолей, там... там... там просто кошмар какой-то творится в этом плане. Я просто не представляю, как реально люди на консолях играют. Да еще даже видео записывать как-то умудряются, и, ну, видео, конечно, тоже такие фантастические. И настройки там, видимо, тоже не поменять ничего, да, нельзя. Это... если, ребят, на консолях кто-то играет, да, из зрителей вдруг, то напишите, как оно вообще там. Потому что, ну, реально, вот, судя по видео, ну, я, конечно, не так много видео с консоли, с консольных версий смотрел, вот, но иногда попадал на них, и это какой-то просто логодром такой сплошной. Картинка рвется постоянно из-за... еще тут размытия там включено, ничего убрать, видимо, нельзя, потому что, ну, реально, очень как-то все так кошмарно выглядит. Но зато у нас релиз, зато цену подняли. Нехило так. Да. Баги вроде все правят и правят, посмотрим. Даже вот реально интересно, как будет игра себя чувствовать, когда вот разработчики скажут, что вот, все, вот он релиз. Наконец-то. Что, что, как мы сможем нормально на релизе играть? Ну, я там точно на релизе играть уже не буду, потому что я вот после этого прохождения забуду на арк, забуду про арк на несколько лет, наверное. Так же, как вот про Римворл, да, я вот забыл и все, и вспоминать о нем не хочу. После 90 серии прохождения Римворл, да, так же, ну, практически у нас там чуть-чуть до 90 не дотягиваем, да, пока что в арке, и тоже на несколько лет про него забуду. Хотя всякое может быть, может через год, следующим летом, как всегда, по традиции, может быть, и снова захочется вернуться к этим динозаврам. Вот, что ни говори, сколько, да, вот косяков в игре не было бы до самого начала, в принципе, косяков множество было. Но все равно это лучшая игра в раннем доступе, как была, так и осталась по большому счету, потому что и регулярные апдейты, и в принципе, несмотря на жуткую оптимизацию, играть было жутко интересно. Вот, и я другой такой игры в раннем доступе не вспомню. Были еще космические инженеры, ну, были, они никуда еще не делись, в принципе. Вот, и там уже последний год, по-моему, только баги правят, правят и правят, все, никак не это, не доисправляют. Вот, но... Как-то инженеры не так все же затянули, там, по большому счету, то конструктор просто и все. А тут... Прям реально и контента огромное количество, и... Разные возможности игры тебе, и полноценный мультиплеер с кучей серверов, да, и... В одиночке можно гонять вполне, в принципе, нормально, особенно сейчас уже, да. Я вот реально, вот, я сейчас точно знаю уже, я прочувствовал это, да, на выращивании рексов и на всем остальном, что если бы не выставили разработчики вот эти вот настройки одиночной игры в каком-то из прошлых обновлений, то я бы, я бы столько не наиграл. Я бы просто слился бы, сдался где-то в процессе выращивания рексов. Мне кажется, что я бы не потянулся стандартными настройками, как я, в принципе, изначально собирался, да, вот, прочувствовать, как оно на официальных серверах. Я бы, я бы не осилил, мне кажется. Ладно. Чё-то я много разговариваю. Чё-то потянуло меня на разговоры. Давайте мы будем потихонечку выгружать рексов. Пока что я их просто отодвигаю как-нибудь в разные стороны, чтобы они не мешали выгрузке других рексов. И сейчас как стоять... Ой. Так, мышка, мышка. Всё, всё нормально. Так, да. Владелец галактики написано. Мне показалось, что следует. И сейчас выгружу оставшихся и посмотрим, что мы, кого мы будем убивать. Наверное, сначала пройдём на... Пойдём на гамма про матерь, да, а потом уже на бету сходим. Так. Так. Ангела. Ангела у нас ещё малышка. Ангела, ты тогда... В пролёте. Вот хорошо, что я на тебя обратил внимание. Всё. Отдыхай. То есть у меня всё-таки четыре. Не три рекса малыша, а четыре. Четверых качать ещё придётся. Ну, посмотрим. Может, не придётся. Может, я... Как ребята мне многие предлагают, убить боссов гамм только, да. И на этом, в принципе, закончить уже с арком. Потому что, ну, по большому счёту, босс от... Босс гамма-версии от босса альфа-версии особо сильно не отличается. Ну, только по силе, конечно же, да. Только количество рексов возрастает, которое нам нужно тянуть на этих боссов. Вот. А их качать ещё и качать. Можно, конечно, как другие люди предлагают, просто читами всё там прокачать, всё-всё сделать, да. Но это неинтересно. Зачем? Зачем? Я просто даже не вижу смысла играть с такими читами. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, десять, двенадцать, тринадцать. Тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, да. Всё правильно, по идее. Так. Ну вот. Выгрузил я рексов. На этот раз уже без проблем. Потому что по одному их аккуратненько выгружал. Видимо, в прошлый раз я последних выгрузить решил сразу одновременно. И они просто друг в друге там застряли, исчезли. Я не знаю, что произошло. Ну, короче. Если по одному выгружать, то вроде нормально вот выгрузились все. И теперь нужно их всех подвинуть сюда поближе. Давайте для начала... Сейчас я поем, наверное, подвину, посмотрим. Я вот, правда, сейчас с трудом представляю, как мы будем такой толпой управлять. Но посмотрим. Ну, как-то так выходит. Я надеюсь, что по внешнему кругу у нас, да, будет силовое поле. Или что там у нас, купол это, да. А не по внутреннему. Но это выглядит, конечно, да. Это у нас только шестнадцать динозавров. Ещё четверых нужно сюда будет как-то пристраивать. Но если, как бы, да, этот купол будет только по внешнему, то ещё место есть. Можно будет кое-как присобачить. Ладно. Давайте рискнём. Нет? Рексы с нами не согласны? Ну, поднимите вы ваши морды, пожалуйста, на куда-нибудь, ну. Уберите. Дайте мне... О. Видимо, я между когтей застрял. Хотя, кто его знает, где я застрял. Неважно. Поехали. О, ягодка. Хорошо. На удачу съедим. Давайте сначала, как я уже говорил, на проматерь гамму пойдём. Окей. Тридцать секунд. Не более двадцати существ. Давайте посмотрим. Ну, чё-то как-то купол. Ну, вроде... Что-то где-то посередине, да, между... Вот этим кругом и тем. Ну, ладно. Всё равно, в принципе, более-менее нормально. Давайте сейчас я, может, стану рядышком с нашим Ютиранусом, если получится. Ииии... Да. Получилось. Теперь... Ой, Ютиранус у нас отлично вышел. Давай-давай-давай-давай-давай. Побежали. Побежали. И... Теперь... Все в атаку. Алло. Алло. Я не понял. Ну, а хорошо, что они поняли. И то на этом спасибо. Но можно лучше, ребята. Давайте. Давайте. Давайте как-то... Обходите её с разных сторон, пожалуйста. Пожалуйста. С разных сторон. Вроде обходят, да, такие? Они пытаются, как минимум, те, кто до праматери не достаёт, они пытаются где-то сзади обойти. Вот мгла, по-моему, там или кто-то из наших топовых рексов, из двух топовых, да, кто-то один из этих двух топовых, решила пойти и мелких этих паучков убить, вместо того, чтобы убивать праматерь. Ну, обходят вроде бы, да, кое-как. По-нормальному получается. Урон вроде небольшой идёт. Все под бафом, но всё равно довольно долго мы, да, и убиваем. Пятисотого уровня. Пятисотого. Пауканы какие-то там спаунятся. Половина рексов просто не праматерь бьёт, да, а бегает, пауков пытается убивать. Я почему-то не могу, я никак не попадаю на праматерь, чтобы приказать атаковать им исключительно её. Ну, такое. Мы сразу получаем, да? Как же музыка орёт. Сразу получили и голову, и баннер, и 10 элементов. С второй праматери мы получим 25, по-моему, элементов, да, если я не ошибаюсь. Так, чё там с нашими рексами? Надо сейчас будет всех осмотреть, провести медицинский осмотр. Ну, вроде вообще пофигу, да? Под Ютиранусом они получали намного меньше урона, да и когда такой толпой били... Ну, мы, правда, задних смотрим, надо, может, как-то к ближнему, к переднему дойти, может быть, они отхватывали. Но урон вроде бы уже не такой был, как раньше. Ну, мы тогда дольше били её всё-таки, чем сейчас. Так, посмотрим, как нас сейчас выгрузят. И... Вижу чью-то волосатую спину. Ох ты, ёлки-палки, выгрузила прям фантастика. Это сейчас опять их расставлять всех придётся, потому что половина не попадёт к следующей праматери. К такой-то праматери не попадёт, а? Ну, ладно. Давайте смотреть. Вот, к примеру, Зевс. Что ты мне скажешь? Один уровень поднял всего лишь? Фига. А, кстати, давайте сразу кабанца сейчас подведём. Мы сейчас проверим, наверное. Или... Давайте сразу 50 тысяч хп сделаем. Один уровень. Так, мгла. Тоже один уровень подняла. Ей мы... Надо хп всё-таки немного поднять, мне кажется. Это снова мгла. Так. Это опять же мгла. Гея вообще не получила опыта. Чё-то мечты о прокачке на боссах пошли в никуда. Так. Два уровня сюда закидываем. Но по целости все целые, по большому счёту. Довольно... Легко мы отделались, я бы сказал. Так. Здесь два очка докинем. Ютиранус, конечно же, опыта не получил. Тут тоже никто уровень поднять не хочет. Где-то кто-то я видел. Вот, вот, вот. Арис. Арис. Ну, как-то да. Ну, понятно, что, да, в прошлый раз мы вдвоём били. И из-за этого опыта на двух рексов много пришлось. Со всех этих пятисотых пауков. Мелких из самого босса. А тут нас... Пятнадцать... Пятнадцать рексов, да? Шестнадцать и четверо малышей. Да, пятнадцать рексов было у нас, так что... Поэтому-то, наверное, и опыта на пятнадцатерых разделилась. И всем по чуть-чуть. Совсем по чуть-чуть. Так, тут кроме Зевса кто-то ещё был, кто хочет уровень поднять. Вот, Гера. Окей. Гера. Так. Ну, блин, всё равно. Ну, посмотрим. Сейчас, может быть, на следующей проматери чуть больше опыта будет. Не знаю. Но, блин, мне не нравится то, что я не могу... Может, через подзорную трубу пробовать кричать им на проматерь, да? Чтоб атаковать шли. Ладно, давайте сейчас быстренько кабанца подтянем. Попробуем похилить. Тут хп у них немного. Кабан их как раз успеет отхилять на своё полное здоровье. Думаю, норма будет только... Где он? Вот он. Кабанец. Давай. Юнец, кабанец. Достанешь тут до всех? Да, достанет, наверное. Ключить. Он решил пожрать вместо того, чтобы лечить. Алло? Кабан, лечи давай всех. Вот, видишь, урон пошёл прям огромный. Нет? Вот ты ж, кабан. Давай, лечи их всех. Кто-то где-то лечится. Кто-то не лечится, наверное. Всё. Всю еду израсходовали. Весь голод. Ладно. Сейчас надо раздеться. И чё там у нас? Не долечили. Там практически 20 тысяч голода. Не долечили. Вообще, просто можно сказать, не полечили. О, урон. Левел поднял. Тоже. Короче. Я это к чему? Я к тому, что мы, наверное, можем попробовать следующую праматерь жахнуть. Давайте сейчас посмотрим. В принципе, в принципе, да? Все должны попасть на босса. Кроме вот этого Рекса. Его надо передвинуть, малёха. Вот сюда. Я надеюсь, что... Блин, морды, морды. Дайте мне как-то залезть поглубже. Вот. Другое дело. Сейчас ещё подумаю, проверю, всё ли тут нормально. И пойдём на следующую праматерь. Так. Ну, я надеюсь, что всё будет нормально. Поэтому давайте... Поехали. Единственное, что... Знаете, что... Наверное... Да, хотя ладно. Давайте посмотрим. Я не знаю, что сейчас получится. Как мы выгрузимся. Так. Артефакты. Вот эти вот штуки. И вызываем вторую. Бета. Праматерь. Я просто тут переживаю, что я могу не попасть на Ютирануса. Ну, надеюсь, будет нормально. Вроде бы все попадают. Я надеюсь, что Таласа тоже попадёт. Десять секунд ещё у нас есть. Окей. Так. Ну-ка. Мне интересно, если я выйду, что получится. Оп. Так. Есть. Мы на Ютиранусе. Мы... Мы чё делаем? Мы... Мы... Мы так. Вот атака. Атаку. Вижу атаку, но... Ну, сейчас. Сейчас. Вот. Поехали. Давайте, Рексики. Давайте. Тащите. Праматерь. Вот. 1200 урона. Пошла. Пошла. Родная. По 500. Вламывает. Смотрите. Нехило. Весьма нехило. Сейчас, я думаю, они тут это... Утрамбуются нормально. И будут все... Атаковать. У нас только урон нормально наносит... Ну, полтора Рекса, да? Мгла. 1200 вламывает. И 800 урона там, по-моему, да? Или сколько? 900. Вижу. По 600, правда, иногда кто-то там дамажит. Я даже не знаю, кто. Он по 800. Наверное, может, по мелким там попадает. Пауканам, да? Ух ты. 500 вламывает. Нехило. Короче... Тартер у нас еще, да? Вот как раз 900 урона он наносит, скорее всего. А все остальные по 416 четенько бьют, потому что урон я им вообще не качал. Один куда-то пошел погулять немного, решил прозмяться. Тоже полезно. Может, покричать другим криком? Я не знаю, будет ли толк от этого какой-то. На кого-то он подействует или нет. По-моему, не подействовал. На босса, мне кажется, не действует вообще никак этот крик, который пугает, да? И который уменьшает урон. Ну, еще разок давайте попробуем. Пока у нас тут, типа, время есть. Может быть, нужно несколько раз крикнуть. Ну, по-моему, как по 500 вламывало, да? Так и вламывает по-прежнему. Эй-эй-эй-эй, у меня не надо-то. А как она меня дамажит? Интересно. Ветеранус у нас маленький, хиленький, и его бить вообще нельзя. У него намного меньше хп, чем у рексов. Так. Пауканы, а ну-ка, давай, 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 давай. Может, сейчас успею крикнуть, чтобы посмотреть. По-моему, даже на этих пауков не действует крик на... Страх. Зато я их сдуваю неплохо. Так, никто там не отвлекается, я надеюсь. Все... Про матерь бить. Всем про матерь. Давайте. Я не знаю, что я там свистел, стрелки что-то не видно. Непонятно, кто кого куда бьет, но мы пока без потерь идем. Хоть и урон у нас ни у кого практически не вкачан. Это самое главное, что без потерь идем. Ну, вообще, разброд и шатание какое-то у нас тут творится. Стрелки, опять же, я не вижу. Но мы победили. О! Хорошо. Вторая про матерь повержена. Зачем, кстати, слазить из... С этого... С динозавров, когда мы телепортимся. Непонятно. Сейчас дождемся выхода и... Будем смотреть на наших рексов, что там с ними и как. Так, выгрузило нас. Не пойми как. Но самое главное, что выгрузило. Окей. Ну, давайте смотреть. Там рексы подзастряли маленько. Некоторые внутри висят так чутка, да? Давайте мы, может, как-то их попробуем сейчас. Чтобы они не исчезли. А то без потерь бета про матерь убили. И будет сейчас смешно, если просто рексы наши исчезнут из-за того, что у них тут места мало. Понимаете ли? Так, отпустите, пожалуйста. Морды проклятые. Берите куда-нибудь. Вот, спасибо. Кого-то тут вот еще из серединки вытянуть. Так. Кто там еще у нас? Вот, кто-то плавает. Плавает кто-то, и его надо как-то освободить. Чтоб с ним ничего не случилось. На всякий случай, все, вроде никто не плавает. Надеюсь, никто не исчез. Так, ну что. Давайте сразу кабанца подведем. Пусть себе лечит. Он уже немного даже поесть успел. Попробуем, да, включить. Он только жрет, по-моему. А не лечит нифига. Ты будешь лечить вообще? Ну, ладно, подождем, посмотрим. Так. О, ну, просел нехило тогда. Просела Гера у нас. Но теперь мы качаем уже урон. Выше 50 тысяч тянуть я не горю желанием. Совсем. Потому что тогда урона особо не будет. Был бы у нас, да, у всех урона побольше. Но было бы другое дело, наверное. Вот, кстати, Гера, он... А, лечит, лечит. Нормально. Этого лечит. Немезиду тоже лечит. Зевса. Зевса не лечит. Давайте ближе подведем. Может быть, Зевс просто далековато. И там, по-моему, задних рексов тоже не лечит. Ну, ладно, тут все равно у него еда расходуется от того количества хила, которое он делает, да, поэтому пофиг. Так. Всем, у кого 50 тысяч хп, все остальное закидываем в урон исключительно. Сколько мы, получается, получили? 28, да, элемента. За первую праматерь мы получили десятку, и за вторую 28. Ну, это уже, в принципе, неплохо. В принципе. Так, тут пока хп тянем. Ну, блин, опыта, конечно, на всех этих рексов маловато получается. Маловато. Я думал, будет больше идти. Так, что-то слабенько выходит. Так, ладно, сейчас хп им... Не хп, а уровни распределяем, и посмотрим, что будем дальше делать. Ну, вот, кстати, таласа 3 уровня получила. Все остальные поменьше, конечно, но таласа 3-шку взяла. Так что, в принципе, вот, 2 уровня тоже. Но у всех хп весьма нехило так опустилось. Мне кажется, альфу мы не потянем сейчас, в данный момент. Нужно будет, наверное, сейчас отрегенить хп здесь. А потом выгрузить рексов на северный обелиск, на синий. И попробовать убить гамма... Гамма, как он там называется, этот босс Йетя? Я уже не помню. Ну, в общем, вы поняли, я думаю, о ком я говорю. На дракона пока не хочется, если честно, идти. Хочется поднять урон. Да и выживаемость тоже тут общая. Еще не у всех, по-моему, у нас туда есть 50 тысяч хп. Да и, блин, седло бы найти. Но вот реально, нет уже желания какого-то идти плавать, там где-то искать эти седла. Особенно учитывая весь этот лут, который мы видели, да? Шикарнейший лут с синими каменными топорами, там с синими дубинами. Из красных топовых дропов в топовых пещерах, в самых сложных. Это сильно было. И мне ребята писали, что да подними-то рейд, да? Там есть рейд специальный на качество дропа. Можно его поднять, но в 5 раз. И тогда будут еще более крутые шмотки подать. Но это тоже неинтересно. Это все... Итак, я вам себе эти артефакты читерить приходится, потому что, ну, их нету в пещерах, да? В принципе, нету. И смысла никакого нету просто сидеть. Там в некоторых пещерах они вроде как появляются, но вроде как респаунятся очень долго. А в некоторых просто они вообще не появляются. Никак не респаунятся. То есть артефакты сейчас... Вот, в прошлой серии это было, в принципе, видно. И артефакты приходится себе читерить командами консольными. Но если все читерить, то, опять же, зачем играть, если всего читами добиваться? Лучше просто забить, да и все. Ну, так, обезвоживание. Я это к чему? К тому, что надо будет убить для начала Йети этого босса. Гамму хотя бы, да? И потом на гамму дракона все-таки попробуем пойти. Я думаю, гамму мы затащим. Единственное, что, наверное, все же нужно будет немного подкачать остальных Рексов, наверное, мне кажется. И лучше этих качать, да, уроном поднять. Может, толку больше будет. Все равно от Ауи они умирают все одновременно. Не важно, сколько их. Надо здесь подумать будет. Так, кабанчик, что мы тебя, может, покормим насильно? У меня там еще запас мяса небольшой есть, чтобы ты чуть быстрее лечил. Но все равно он, опять же, да, как мы видим, не лечит, по большому счету. Как было у всех половина ХП, так у всех половина ХП и осталось. И вот сейчас у него сколько там, у него практически 20 тысяч еды. Даже если бы было 50, но он бы еще пару тысяч, да, отхилял бы там всем этим Рексом. Причем даже, я не знаю, всех он лечит или всех даже не лечит. Вот этих лечит, нет? Ну, вроде что-то калечит, да? По 4 тысячи всем он бы полечил вроде бы, да? Ну, может, кому-то там не 4, кому-то 2-3. Ну, что-то около этого получилось. Ну, вот. Было бы у него в 2-3 раза больше еды, но полечил бы он еще там, да, тысяч 8. Но это все равно какие-то смешные цифры. Вот у этого, да, Рекса сколько было, кстати, я фиг знаю. Тут Аласа ХП. Ну, короче. Кабанчик это такое. Так, как мы будем... Наверное, я этих Рексов просто сейчас здесь оставлю. Пусть себе лечатся, а я пойду покачаю, может быть, новых. Или, опять же, может быть, действительно лучше докачивать уже каких-то вот этих вот Рексов, чтобы у них урона было побольше. До 1000 урона поднять. Если они по 1000 вламывали, да? В 2 раза, если бы урон у них у всех был выше. Мы бы в 2 раза быстрее убивали бы боссов. В 2 раза, ну, того же, тоже гамма, не гамма, а бета про матерь, да? И в 2 раза меньше бы урона получили в итоге. Причем все Рексы отхватывали. Даже там, по-моему, те, кто сзади стояли, тоже периодически отхватывали. Она, видимо, крутится постоянно. То в одного зарядит, то в другого, поэтому все у нас Рексы такие колечные. Ладно. Сейчас я подумаю, что мы кого качать тут будем. Кого-то надо идти качать дальше, чтобы не тратить время даром. Кстати, да, давайте мы посмотрим. У меня же открылись ботиночки. Ботинки и строительные тег, всякие стеночки, основания для забора, мостики. Но это все ерунда. Ботинки. На ботинке нужно всего лишь 20 элементов. Ну, вместе с вот этой вот штуковиной, да? Потому что ботинки в тег-репликаторе только строятся. Вместе с этой штуковиной нам понадобится в любом случае нехило так элементов. 120, так, чтобы только сделать одни ботинки. Все остальное у меня есть. Жемчуг тоже есть. Как раз у меня, по-моему, 200 штук всего жемчуга, да? Металл... О, 600 кристаллов фармить, елки-палки. Это еще морока будет. Да и полимеров 800. И причем вот эта вот штуковина создается... А, мы ее можем изготовить на северном обелиске как раз прямо, да? А потом принести на базу, например, на основную нашу. Наверное, как-то так и сделаем. Ну, короче, понятно. Ботинки что пишут? Высокотехнологичные сапоги, способные поглотить удар от падения с большой высоты. Для снаряжения требуется изучение соответствующей тег-граммы. Может быть, только создана в тег-репликаторе. Прочность 300. Броня 180. Сопротивления... Вообще никакие. Офигеть. Может, там у нагрудника будут сопротивления какие-то? Потому что мне казалось, что тег-броня должна от всего нас защищать. От жары, от холода, вообще. И работать как... Ну, полный набор, да? Тег-брони. Должен нас от всего защищать. И должен работать как... Этот... Кислородный баллон и все остальное. Ну, мне так казалось. Ладно. Проблема в том, что нам нужно, чтобы открыть тег-нагрудник, по-моему, убить как раз альфа-дракона. Тег-нагрудник нам летать позволяет. Ну, расходы при этом элементы, да? Позволяет летать. И альфа-дракона нужно убить, чтобы открыть тег-нагрудник. И вот я не знаю, как я буду убивать альфа-дракона. Потому что это мне еще целый месяц рексов качать до... Может быть... Если мы без потерь этих дотянем, да? До альфа-дракона. То на альфа-драконе нам нужен будет полный стак. Полностью вкачанных рексов уже. Все 20 штук. Ну, 19 вместе с Ютиранусом, да? Вот. Поэтому... Это еще очень-очень долго. Решил я пока сходить на базу. Взять там еще... Этих разных материалов для вызова боссов. И покачать немного Ангелу. Ангелу. Уже до 37 тысяч хп дотяну ей. Еще немного до 50 будет. И можно ее тоже будет с собой брать на босс. И вот тут вот есть сундучок, который я хочу открыть. Именно ради этого я включил сейчас запись. Да что-то я... О, попал. Да? Попал. Отлично. Про гигантскую пчелу можно почитать на английском. Пока переводы еще не прикрутили, к сожалению. Вот. И кто там у нас? Рекс? Карна вроде, да? Карна. Окей. Фармли тут хожу. Всяких динозавров подъедаю. И пару альфа-рапторов уже сажал. По этому уровню пошли более-менее бодренько. Сейчас за Карна еще тоже опыт хорошо должны отсыпать. Кстати, пофиксили Рексом. Они как-то странно раньше лутали лут. Вот этот вот дополнительный с убитых динозавров. Сейчас это дело пофиксили. И пофиксили этого, кальмаром. По идее, кальмар тоже теперь будет нормально собирать лут. Я даже надеюсь, что он будет нормально собирать лут с других кальмаров. То есть можно будет кальмаром ходить и фармить, собственно, черный жемчуг. Если вдруг мне захочется пойти пофармить черный жемчуг. Шесть уровней из-за этого альфа-карнатавра получил. Я даже не посмотрел, какого он уровня был. И тут ерунда какая-то. Так, Ангелу я уже докачал до 50 тысяч хп. Загрузил ее в обелиск возле базы. И она уже готова, собственно, к выгрузке на босса. Решил прокачать еще одного. Рексы по дороге. Пока как раз обратно к обелиску иду, да? И пока мы все равно ждем, чтобы Рексы там отрегенились. На базе взял там барахлишко немного всякого разного полезного. Которая нам понадобится на севере. Типа теплая одежда, типа... Угу. И что? А что ничего не открылось? Я не понял. Опыт мы получили, да? Бонусный. А сундук, типа, не открылся. О, открылся. И что? Какая-то фигня непонятная. Я думал, включусь заранее, чтобы показать вам какую-то, может, информацию интересную тут. Ну да ладно, пофигу. Мы же посмотреть так не можем, да? Как там, что нового у меня появилось? Или нет? Тут не подсвечивается новое. Что вот это вообще? А, это... Галочка это то, кого я приручил, а кого я не приручал. Да. Тоже хорошо. Там есть достижение приручить всех приручаемых существ. Ладно, я погнал докачивать этого Рекса. Еще останется двоих, и у нас полный стак, собственно, будет готов. Ну, докачивать. Докачивать это слишком громко сказано, потому что всего-то докачиваю до 50 тысяч кп, и дальше уже дуем на боссов. Хочется в этой серии еще посмотреть на гамма-мегапитека, на эту обезьяну-босса. Мегапитека. Вроде да, вроде так называется. Вот, поэтому посмотрим, что у нас получится. Пока давайте качать. Так, а сейчас самый интересный вопрос. Регинилось ли хп у моих Рексов? И никуда они не исчезлили. Пока меня, собственно, не было. Пока я тут... Часа... Сколько? Два? Час? Полтора? Ну, короче, сколько? Сейчас, сейчас, сейчас. Заканчиваем. Практически два часа занимался прокачкой Рексов. Ну, то есть туда до базы примерно часик и обратно примерно часик. Обратно даже дольше получилось, потому что по дороге туда я встретил довольно много Альф. Два Раптора, одного Карна вроде так было. И поэтому, собственно... Уровни я быстро поднимал. А вот обратно ни одного Альфа вообще не было. Короче, ясно, понятно, да? Хп не отрегинилось. Здесь исцеление давайте включим. Сейчас посмотрим. Вот он всё израсходовал, весь свой голод. И давайте попробуем покормить его яйцами до до... Яйцами? Яйцами до дошек. Они у нас... Да, смотрите как. Ну, вроде как и быстро восстанавливают, да? Но вот сотню я израсходовал только что. Получается, да, по 60. Но зато просто моментом, моментом ест он их. И это, в принципе, ну, уже в целом неплохо. Но опять же, да, вот 400 яиц до до сейчас я слил. Просто слил. В никуда. Посмотрим, что получится. Сейчас, оп, всё. Давай, лечи всех остальных рексов. Да, может, как раз... Да, никого он не долечит, мне почему-то кажется. Ну, чё ты там? Давай. Ну, включено же. Во, лечи. Молодец. Этого почему-то он лечить вообще не хочет. Ну, как я и говорил, лечит он как-то выборочно, да? И он опять уже пустой, да. Мяса тоже у него немного осталось. Но хорошо, что я на Рексе принёс вагон мяса. Сейчас мы этого Рексика поближе поставим. Это пусть тоже лечится. Так, где наш Аргентавис? Вон, с другой аж стороны. Яйца. Жалко, яйца они не едят свои же. Еле бы было немного полегче. Так, всё, выгружаю пока мне тут. Сейчас, ничего не надо, пока хп регеним. Так. У Гефеста, да, у нас вагон мяса. Такой вагон, что я даже с места сдвинуться не могу. Сейчас разгрузим. Жалко, нельзя, что там шифт зажать как-то, да, и выделить сразу пачку. Очень неудобно. Тут по одному перекидывать. Когда перекидываешь, ещё и фпс понижается до 10. Это вообще жутко. Так. Тут всё можно сбрасывать. Ловим. И, оп, алло. Снова. Ох уж эти фризы, ох уж этот... Релиз, который на носу прям. Всё ближе и ближе. Чё-то мне кажется, что половину всего этого, то что нас достаёт, не пофиксят к релизу. Так. Ну всё, будем сейчас его откармливать, наверное, потихоньку. Да пусть лечит потихоньку тоже. Ну и наши рексы тоже сами потихонечку регенятся. У некоторых уже полное здоровье, да? Что хорошо, но далеко не у всех. Поэтому давайте мы... Вот так вот. Автокликер включу. И пойду вздремну, наверное. Так. Мне тут, ребята, в прошлой, по-моему, серии, ну или в каких-то прошлых сериях, короче, подсказали, что есть такой вот интересный... Ну, что-то типа бага с кабаном. Ну, давайте посмотрим сейчас. Во-первых, я загружаю гефеста сюда. Он уже тоже вылечился полностью. Короче, смотрим. Так, кабан у нас полностью голодный. Давайте мы даже сделаем для чистоты эксперимента. Отключим исцеление. Он практически полностью голодный, да? У него есть какое-то количество мяса. И мне, ребята, в комментах написали, что если от него отлететь на достаточную дистанцию, чтобы он выгрузился из памяти, да? Чтобы он... Ой, тут движуха какая-то. Прям война какая-то, да? Жесткая такая. Куча мелочи против кучи травоядных динозавров. Короче... Давайте еще чуть дальше отлетим на всякий случай. Потому что у меня дальность прорисовки не максимальная стоит. Ну, короче, нам нужно... Сколько раз я за последнюю минуту сказал слово короче. Нам нужно отлететь на... За пределы максимальной дистанции прорисовки. Тогда выгружается из памяти. Ну, или там не из памяти, но как-то, короче. В стазис. Попадают в стазис все вот эти вот существа, которые... далеко от игрока. Вот. И при этом Диадон съедает все мясо, которое у него есть в инвентаре, и полностью... Полностью становится сыт. Ну, насколько мяса хватило. Да? Вот. Мясо у него полностью все исчезло. А он восстановил за вот это мясо... Немного его относительно было, да? Но он восстановил... Какое-то количество еды себе. Вполне интересная такая тема. Ну, тема. Это... Ну, я не знаю, баг или не баг. Секретная механика игры. Включаем пассиву на исцеление и... Долечиваем сейчас наших... Последние три рекса у нас осталось, да? Дохилять их хотелось бы уже пойти убить эту... Обезьяну-босса. Это у нас кто был? Гести. Загружаем Гести. Осталось двое. Реб, у которого еще есть что похилять. И Рея, которая тоже уже вылечилась, да? Отлично. Загружаем Рею. Вот, если кому интересно, если у вас есть много мяса, ну, а когда у вас есть рекса, то у вас в любом случае есть много мяса, потому что на Рыксе на нормальном, с хорошим уроном пойти нафармить мясо вообще не проблема. Вот. Можно таким вот трюком пользоваться. Но Диадона лучше голодным надолго не оставлять, поэтому сейчас я чего-нибудь ему скормлю. Я там говорил, что жалко, что они яйца не едят. Я имел в виду, что жалко, что эти яйца ничего им не дают. Еды они не прибавляют. Я в этом плане имел в виду ни здоровье не восстанавливают, ни еду не восполняют, и это как-то грустно, что ли. Так. Пойду сейчас немножко мяса пофармлю Аргентависом. Просто буквально чуть-чуточку совсем. Так быстрее просто будет, потому что рексы довольно медлительные. Какая движуха здесь. Всяких разных существ мелких. Так. Сколько там? А, у меня, да, Аргентавис тоже голодный. Давно не ел. Что там прилетел? Ну, короче, сейчас пофармлю мясо, покормлю немного Диадона, и будем лететь уже, я думаю, на Северный Обелиск. Убивать Мегапитека первого Гамму. Так. Ну все. Загрузил последнего Рекса. Итого, что у нас получается? Давайте сейчас быстренько посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тренадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Восемнадцать, да, все правильно. Семнадцать Рексов и один Ютиранус. Мне, ребята, там пишут некоторые, что нужно пешком ходить, да, не телепортироваться по обелискам. Это все-таки типа и опыт, да, по дороге можно набрать, там, нафармить немного, там, альфу другую встретить, третью может быть, да, особенно если на север куда-то идти, через все зоны с хищниками, где можно чаще всего альфу встретить. Вот. Но вести за собой толпу из двадцати Рексов очень и очень неудобно и очень напряжно. Слишком много нервов на это тратится, просто потому, что половина из них теряется, где-то застреет, застревает, простите, да, и пока их всех соберешь, это просто тронуться можно. Я вот, когда ходил, сколько у меня было, тринадцать водил Рексов, по-моему, да, или что-то около того, и я тогда напсиховался. Вести по там, по несколько, можно там четырех-пятерых вести, в принципе, более-менее нормально, без особо таких серьезных проблем, но когда большую толпу ведешь, это морока жуткая. Маленькими кучками переводить как-то, ну, не очень, по-моему, весело получается, поэтому лучше. Я вот, кстати, сейчас заметил, что, по-моему, проще даже качать по одному Рексу, просто взял, сел на одного Рекса и погнал себе фармить все, что движется, чем когда большую толпу ведешь, ну, может быть, просто из-за того, что все-таки толпа большая и опыт медленнее всем идет, потому что, опять же, всем распределяется по чуть-чуть, по чуть-чуть, по капельке, там, если кто-то Альфу убил, ему там сразу пяток уровней могут отвалить. Вот, а тут, просто я вот, когда эту Ангелу качал, сразу трех Альф убил и уже там пару десятков уровней взял, где-то около 15 уровней получилось этих трех Альф, но они невысокого уровня, были два Раптора и один Карн, в общем. И как-то показалось, что быстрее. Ну, во всяком случае, это комфортнее намного, чем просто постоянно следить за толпой Рексов, которая за тобой где-то плетется, уходит. Они что же, если где-то уперлись, не могут пройти, они как начинают обходить, могут просто такие круги делать. Это жутко неудобно все. Так, последний Рекс успешно выгружен. Даже ни одного седла я не потерял, и Рекса ни одного не потерял. Прям фантастика. Теперь нужно снова их как-то утрамбовать в этот круг. Постараться. Будем сейчас... Может их просто надо пошире ставить? Я их, может, слишком близко ставлю, да? Может быть и так, типа, мол, сойдет. Надо пробовать. Так, ну что? Попробуем? Поесть, попить? Все вроде на месте, да? Давайте, загружаем артефакты и вызываем первого Мегапитека. На второго пока не пойдем, нужно будет еще и ХП восстановить, и может прокачать немного. Посмотрим, как первый пойдет. Так, хорошо, я сразу бегу к Ютиранусу, сразу же на него сажусь, как только мы выгрузимся. так, хорошо, загрузились, удачно загрузились, ага, ясно, все за мной, аккуратно, я на... блин, сейчас попадают все и все, на этом все закончится, давайте аккуратненько, Рексики, давайте топаем за мной, красиво, ооо, вон он, вон он, он уже тут, все, врываемся, 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 давайте, Рексики. Ох, как я плохо тут кричу вообще, вообще, надо, надо сейчас отойти, да, встаньте от меня, кто-то меня бьет, кто-то, или я что-то не понимаю, вот, отходим, и кричим, пол боя без Ютирануса, мы пробовали, сейчас дело чуть получше пойдет, но у него ХП мало, ему вламывают весьма неслабо наши Рексы, даже без бафа от Ютирануса, ух ты, падающие с небес макаки, это сильно, так, тихо, 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 куда, куда ты там нас отбрасываешь, я не понял, туда обрыва недалеко уже, тихонько там, тихонечко, тихонечко, оп, что-то ближе и ближе ко мне, все, есть, так, мы получили, голову, флаг, шапку, голограмма, мегапитека, отлично, можно, не можно почитать о нем ничего, стоп, 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 закройся, закройся, не надо, не двигайтесь, с места, пожалуйста, не двигайтесь, мне, ой, надо слезть, наверное, да, я не знаю, зачем все слазят, но говорят, что надо слезть, а, или пока я сижу на, не, время, время идет, что мы, лутануть тебя не можем, да, уже нам все сразу выдали, это, в принципе, хорошо, так, и, бой быстрый очень, сколько нам дали, 20 элементов, 28 за, как ее, за проматерь нам давали, и 20 за проматерь бета, ой, 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 и, 20-ник нам дали за, мегапитека, сейчас посмотрим, кто-то даже уровни поднял, все наши основные, пока что, да, Зевс один уровень поднял, давайте посмотрим, что там, кто еще, так, вот там вот плавающие Терексы, я надеюсь, с ними ничего не случится, ой, меня куда-то, просунули, маленько, но опыта немного было, на такую толпу, совсем, совсем, опыта мало, видимо, Тартар, да, добил, и получил весь, весь опыт за босса, обезьяны там были эти, уровни сотого, по-моему, всего лишь, да, так что, относительно невысокие, ну, вроде бы, вроде бы, все, нет, еще кто-то, где-то есть, кто уровень поднял, непонятно кто, но неплохо, в любом случае, если не выпадать от, с этого, с арены, да, мне кажется, можно из нее выпасть все-таки, то, босса мы убиваем этого без проблем, надо будет его еще, может быть, пофармить маленько, не на запись, потому что довольно легкий, лишь бы, единственное, да, лишь бы, нет, с арены, с нее же можно упасть, я думаю, да, там прям такая открытая эта дорожка, с которой можно легко вывалиться, мне кажется, так, ну, вроде бы, все, опыта немного, но он есть, и плюс элементы, у нас уже, где там наш аргентайвес, вот он, сколько у нас элементов уже, шапка новогодняя, скин, выбросим ее, раз, два, три, четыре, пять, дома, шесть, шестьдесят восемь элементов, у нас есть, короче, все равно мы ничего еще не сделаем, нужно еще фармить и фармить, вот, ну, в принципе, да, урона практически не было, так что, и фармить-то нормально, вроде можно его, правильно, правильно, а можно попробовать на, второго сходить, на бету, но это уже в следующей серии, я пока вот прям сейчас, морально не готов идти на бету, потому что нужно, может быть, мне кажется, что нужно все-таки еще уровни немного поднять, да, и как-то, ну, не знаю, посмотрим, ладно, в любом случае, пока что я с вами прощаюсь, всем спасибо за просмотр, всем пока, и увидимся в следующей серии, которую я сразу скажу, точно не знаю, когда будет, завтра точно серии парка не ждите, завтра, может быть, Саден Страйк выйдет, послезавтра, не знаю, успею ли я записать на послезавтра серию парку, посмотрим, что получится, потому что серии парк по-прежнему записываются по полдня, даже по половине суток иногда, можно сказать, да, тупо весь день с утра до вечера, вот сегодня я где-то около часа освободился, и вот сейчас уже 8 часов вечера, то, что надо, одну серию записал, отлично, ладно, пока.